доброе утро а сегодня будет у нас необычное видео оно пройдет не на нашем хуторе помните к нам приезжали как-то два димы и мы тремя димами ловили амура в нашем пруду сейчас поем к одному диме в гости в реабилитационный центр ко второму диме в гости на хутор который он купил полгода назад я надеюсь вам будет интересно и поедем с нами так что загоняем всех в электропастух машина гектар том реабилитационном центре держат свое хозяйство и дима тогда обмолвился есть овечки поэтому наш подарок будет это наш баран от боги черный баран поедет на размножение как и его сестра пошли ловить о по рожьи пара больших давай занятия постели ложись о поедем велика рыта все мы уже подъезжаем да еще пару домов именно на месте велика дым большой вот там и мужской это там женский а здесь начиналось все отсюда вот с этого маленького домика помолвился что не реконструировали рядом с баранчиком разберемся поехали да сразу нам завезем его сразу познакомим кому-то завезем жену жена а его жена на знакомство а потом все остальное по черника знакомство и красотки пострижены кто без которой нам подарил приезжал спинска пострилил подготовился то есть там получается мужчины живут да да там женщины там женщины а камеры тоже есть у вас ну да мы поставили в этом году именно потому что мы часто куда-то уезжаем все время до в город ездимся вместе да территория большая ну и плюс офисе сидишь видишь что происходит на территории а там козы да там козочки у нас до приказы все у нас коса ближе пять коз и один маленький козлик обычные три штучки у нас теплица такая большая ручки вот я вы посмотрел это же получается еще на продажу наверно да да вы немножко огурцов продаем на ревизуально потому что семьдесят лет уже вот на одном месте в последний год будем переставлять уже то есть так без работы излечиться трудно это надо что-то что-то делать что-то делать до беда на всегда чем вот такое вот грядки и хозяйства полем убираем чистим моем все по месту после обеда уже там больше занятий зимой снег дрова больше тут особо но уже короче большая нить пиво чего твоего короче черника назвали только что это назову черника да по любому потому что это будет черника это слово черный это слово черничный хутор нет он будет крутой у него мама как они получается мама а папа это огромный это тоже по моему это это годовалая наверно эти ребята все они еще не рожали да нет нет вообще никакой это такой женский хутор нет черника он нормально все нормально черника ну как бы да больше женская нет ну допустим мамука грузинское имя мужчина у меня есть друг в грузии и тбилизии вот тут мамука олег дима дима это директор центра да очень а это у вас что за дом получается мы тоже купили этот дом купили в том году да по закону купили два года назад но купили для женской реабилитации но решили что сделаем женской реабилитации с детства то есть у вас два старых дома и построили два новых дома да а в этих домах что ничего пока ничего ну склад там одежда останется умунитарка там это то что переодевались угу а жутка за два хлопца и полные ну мы были когда-то худые а сейчас вот так вот в центре реабилитации кормят огурцы хихихихих это побочка реабилитации не серьезно приехали ходе тут были троги похудеем хихихих а бывших брестских наркоманов вот это можно к вам да хихихихих хихихих хихихих здесь бычки а бычки сейчас в детстве а бычки сейчас на поле да пахнет бычками куры есть тоже сейчас покажем куры о ну вот так все чисто чисто ухоженно вообще ну стараемся ну надо чем-то же заниматься постоянно чем-то надо вообще все чистенько можно это босиком ходить ну а не бьется или нет ну а пока трава мука покупаем зерно мельница у нас есть делаем сено а 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 Ну, самый здоровый. Он сейчас самый сильный здесь. Здесь самый крепкий, но... Серёга, Серёга к нему стремится, но я думаю, что они приплюнутся. Так что получается у их знакомых, да? В школе учились параллельные классы. Только пришло время, и в его жизнь пришла проблема. Понимаешь, тоже проходил реабилитат. Вот так он уже пошёл, всё нормально. Да, всё нормально. Слава Богу, всё хорошо. Заслужит центре? Да, уже долго и хорошо. Помогает другим. Что, пойдём дальше? Идём. Пошли в здание. Подожди, давай всех животных, а потом уже пойдём в здание. Да, да. Ну вот сажалка наша там. У вас, если сажалку купать, то знаешь, в каком месте? Вот там, где осинки наросли. Вот там самое низкое место, и там самое влажное. Там деревянные приросли. Вот видел, вот там вот, за быками сразу. Вот там, вот там будет вода стоять. Да. Я сразу обратил внимание уже не говорил. А, то вы им трап сделали? Всё, всё чёртко. Вот наливайтесь внутрь и внутрь. Да. Рязку привозите, это на канавах собираете. Всё быстро, да. Они у нас быстро выросли вообще. Мы брали однодневные и всё. Ну что вы... Не, ну вы мясом себе полностью обеспечиваете, получается. Ну... Курицы и мясо. Что ещё надо, да? Всё. Всё. Это погреб, да? Да. Вот так холодно. Картошка сохранялась. Картошка, морковка. Мы его делаем для этого. А второе сейчас там... Огромнейший пол. Да. У вас тут до бригады можно хранить и на всё хозяйство. У нас в три раза меньше. Ну, это очень полезная вещь, да. Вот только закатываем, у нас только закаткой уходит где-то 300 банок. Сколько человек живёт постоянно? Ну, в районе там где-то 15-16 постоянно. Ну, обычно там 20 человек здесь. Плюс воспитатели ещё. 20 человек в среднем кушают. Каждый день завтрак, обед, ужин, чайная пауза. Банка огурцов, короче, она за один раз. Ещё бочки мы ставим соленьями. Просто огурцы, помидоры как бы катаем. Ну, просто бочки резиновые. Это для того, чтобы мы сейчас бочку просто закатываем. Ага. Ну, а вы уже все банки сели, тут столько пустых, а вот это уже в этом году закатали? Да, это уже этого года. Уже на новые пошли все без сдачи. То есть начинаем подсоечку закатывать все банки и в бочки складываем. Ну, у вас все огурцы все как один по размерам. Все вообще просто такие вот... Все одинаковые. Ну, всё по-настоящему. Всё серьёзно. Хороший полный прохладный. Угу. Ну, зимой хорошо здесь. Как бы ничего не замерзает, не промерзает. Ну, хорошо. Всё. Правильно, это надо такие стеллажи сделать. Слева-справа. А снизу картошку ухранить. Вот тоже здесь. И штору построили тоже. Хорошую. Вот это что? Это рассадница. Это мы в сосне. Ну, это уже заготавливаем. С весной начинаем высаживать огурчики. А, то есть уже семена. Сейчас покажу в хоз другой стороне. А, оно там топится. Это мы сами сделали... Это да, для свиней. Чтобы еду варить. Здесь всё это вот. Да, это всё для хозяйства. Вот. Получается две печки, два лежака. Одна с вас. Слушай, что так жарится? Ой, а вы что топите? То есть сейчас никто не топил, так жару не топил. Вот здесь стеллажи. И вот мы садим здесь рассаду нашу. Помидоры, грузы. С весны мы начинаем уже нашу работу. И погнали. Ну, сейчас плюс сорок. Ну, потому что закрыто всё было не проветривалось. А так как бы... Хорошо. Рассадится хорошее. Баня, баня. Да. Венечка не хватает. Ну, два лежака. Вот они, видишь? Там разжигаешь. Да. Они идут полностью по всеми этими. Да. Дым идёт и только здесь выходят. Это сами вы сделали такое, да? Да. И там всегда у нас тоже стараемся, чтобы было вакуумно, чтобы дым, когда разжигаешь, он вообще не попадал. Ну, чтобы не было дыма. Потому что для рассады плоховато это всё, конечно. Молодцы. Ну, мы учимся. Мы как бы не специалисты. Потому что люди говорят в основном то. В основном то. В основном альшаны нас консультируют в этом деле. Огуречном. Куда, что, как. Ну, круто всё так. Учимся. Она перегорает. Она сильно нагревается. Это нам нужно так запшикать эту теплицу, да? Обязательно. Да. Просто краской побрызгали и всё, да? Закраски с объектом, с грунтовками. Если просто залить, чтобы не горели огурцы. У нас уже она, видишь, уже выходит, потому что у нас ранние огурцы были. Уже доходят огурчики. Он так уже с ними бодается. Уже доходят огурцы. Она была большая, но свежая. У нас уже конец сезона почти. Уже, видишь, пошла. Мущества роса. Уже болеют где-то. То гниль какая-то пойдёт. Угу. Была погода такая холодная, да? То была жара, всё горело. Потом стало всё холодно. И как-то для... Очень чувствительнее. Ну, есть такие вообще огурцы. Ну, огурцы как? Вот. А тут огурцы, в общем, да. Вимыч, поеду я за зерном там, ну, этот. Всё, рад был тебя видеть. Да. Ну, приятно было, что ты такой светлый и бодрый, но... Серьёзно. Всё, Димыч, тоже товарищи. Светлый и бодрый, но ты меня не узнал сразу. Да? Я тебя узнал. Я просто смотрю, но... Ну, этот... Я вспоминал, где-то я его видела. А ты тоже Володя, да Володя. Какой Володя? Он... Я знал его как Вова. Ну... Ну, я с вашей теплицы съем огурца. Ну, я с вашей теплицы съем огурца. Ты знаешь, что красивое, большое, свежее. Да у вас уже помидоры спелые. Да у вас уже помидоры спелые. Помидоры тоже вкусные. На зиму ставим четыре печки. Ну, из бочек именно. Там, допустим, там, там, там. Четыре печки. Ну, и топим. Начинаем с весны. Мы высаживаем. Наверное, в марте мы высаживаем всё уже. И топим в первое время. Однажды, когда Владимир предложил это... У нас был человек, Сальшан. Он начал в теплицу, посадил рассаду. Уехал и жениться. Врачи. У нас ставила рассадница и теплица. Первый сезон. И всё. Он говорит, будешь огуречником. Я говорю, куда? Я всю жизнь наркотики колол. В тюрьме сидел. На асфальте вырос. Где огурцы? Ну, я огурца в магазине видел. Ну, всё. Говорит, будешь огуречником. И вот уже семь лет мы растили огурцы. Как-то учились, да. Были, конечно, и... Взлёты и падения. И падения, да. Было такое, что рассада испортилась. Там, да, задымили, допустим, да. Ездили там, люди там, большаны дали рассаду, садили. Потому что, чтоб сезон не пропустить. По-разному было. Первый опыт, да. Первый опыт, да. Ну, вот уже семь лет. Ну, сейчас уже некрасивая теплица. Уже, наверное, смотреть уже без слёз тяжковато. Да, конечно, уже июль месяц. Да, да. Уже мы всё, что можно взяли уже. Уже в грунте огурцы, а не в теплице. Да, да. Уже солёные. Я думал, что ты хозяйством занимаешься. Вот ты ещё и теплицей занимаешься. Я думаю, он их сейчас ближе к зиме покроет. И на весну у вас будут вот эти все четыре четыре. Они все по два каждая. Дальше, это крупный. Что у вас, что у меня крупные породы. Они по одному дадут. Да. Но они будут крупные. Да. Да. Мы на молочко, потому что утром марим кашку каждое утро. Да, да. Мы всегда на своём молочке всё. Всё, всё, едят, да. Молоко хорошее. Но всё равно, если будете, они уже не оставляют. Если будете, то купите лучше одну англономиску и одну занинку. И она... Одна занинка может... Больше будет давать молока, чем они все, да? Козы, оно такое. То есть пусть она будет сразу дорого стоить, но от нее будут и дорогие козлята. То есть у нас была коза, которая давала от 6 до 8 литров. То есть вот, блин, я думаю, в день. То я думаю, у вас, если они все по два дадут, то да, коза. Да, конечно, если еще по два дадут. Поэтому уже, ну так вот, смотрите, она в плену. У нас козы, вот. Козы похожи на этих, на лань какую-то. У нас саневка смешана с Антодубийской. То есть они немного жирные, немного дают, у них аппетит хороший. Это вот, раз. Это как собаки, есть собака такая, есть такая. Вот так же и козы. Поэтому с козами мы столько прошли, столько обошлись, что козы сразу. Меняйте. Лучше держать одну породистую, чем четыре беспородки. У нас просто как получилось. Козы просто, что нам кто-то дал козы. Да их все отдают, их объявления отдают бесплатно. И все, к нам деваться. Пускай будут козы, и все, и ходят у нас козы. В белорусских открываешь куфор и смотришь, коза почему-то одна стоит 50 рублей, а вторая 500 долларов. То есть это уже, да. И таких коз могут бесплатно отдавать, да. Конечно, ее теперь уже жалко зарезать. Но от них не нужно оставлять. Если хочется, то нужно... Если хотите оставить, то покрывайте нас англо-нубийским козлом, породистым каким-нибудь, да. Ага. Ну, все. Возьмите. Там картошку мы посадим немножко, вот. О, картошки как немножко. Ну, а, да. Помидоры у нас, видишь, что посадим. А, еще на улице помидоры. Да, помидоры, да. Мы всегда садим много помидоров. Кустов 500 садим обычно. Там, там, 400. Вот так. Потому что тоже закатывает много помидоров. Плюс есть надо постоянно помидоры. Побачки. Там, ну, все садим же такое. Все, все, что надо для Али. Конечно, этим не покормишься, но... Как-то, что там. Оно больше, даже не ради выгоды, а больше того, чтобы отвлекало. Конечно. Это занятие, это приятно. А где свиньи? Там козы. А, там козы. А, о, свинки. Привет, привет. О-о-о. Э-э-э, разбудили тебя. Поздоровайся, бывай сюда. Э-э-э, ну стоп. Это к вам, да? Э-э-э. Вот это у нас отделение женского центра реабилитации. Мы в прошлом году закончили здесь ремонт. Вообще, изначально здесь мы планировали построить просто цех какой-то для производства. Но постепенно перешли к тому, что на женское отделение, чтобы женщины тоже имели возможность изменить свою жизнь, освободиться наркозь и алкоголь. И было принято решение здесь сделать ремонт и преоборудовать это помещение для того, чтобы поджилые помещения. В прошлом году здесь был ремонт произведен, и мы начали набирать уже людей, женщин, которые сегодня живут здесь, в этом месте. Вообще, наша реабилитация, или наше отделение, Брест-отделение о миссии возвращения уже существует 10 лет в этом году будет. Мы начинали с того маленького желтого дома, когда было принято решение в церкви приобрести дом, чтобы помочь людям, дать возможность изменить свою жизнь и освободиться от наркотиков. Спустя какое-то время построили тут большой еще один дом, который мы тоже попозже посмотрим. И долго очень было только мужское отделение, мужская реабилитация. Но в нашем сердце всегда было желание, чтобы и для женщин было тоже что-то подобное. Мы молились, просили Бога, чтобы Он дал нам возможность, деньги нашлись, приобрести здание для женского центра. И вот, сегодня мы находимся в этом здании. Сегодня у нас несколько женщин на программе реабилитации находятся вместе с мужчинами. У меня вообще, я не знаю, что значит при выходе гасите свет два часа. Два часа чего? Свинья за свиньей убирать? Ну, может быть, да. Работа должна быть. Два часа работы, да. У тебя есть свободное время, получается, да? Вообще-то работа трудосерапия там, там, пару часов в день, там, три-четыре часа в день с утра. Но если ты где-то в чем-то провинился, все равно будет какая-то система наказания, какие-то пощения, оно в любом этом, да? Чтобы и человек что-то сделал не то, да? То есть можно пойти в свободное время, дрова порубать, там, снег убрать, кабана там, почистить. Ничего не пусть. Ты разбито, ты работаешь. Чтобы он там не плохо убрал, свет не выключил, там, и непослушно был. Поэтому у нас такая система поощрения и стимуляции для человека, чтобы он изменял свою жизнь. А вот, наша студентка. Лена. Лена, прекрасная. Да, да. Еще вопрос. Вот именно центр, именно по наркомании или алкоголитета? Нет, алкоголь тоже. Алкоголь тоже. Даже прием бездомных, то есть любая проблема, если у человека мы… То есть даже бездомные… Да, признано к тому, что мы говорим, что если есть проблемы в жизни, ну, любые проблемы в жизни, бездомные, может быть как-то, ну, разные люди, эмоциональные проблемы. Второй вопрос, самый главный. Неужели государство ничем не помогает и ничем не финансирует? То есть это все без государства? Да, это все на балансе церкви и то, что мы сами зарабатываем для себя и то, что церковь нам помогает. Вот это, например, здание, вот это все, что здесь ремонт этот, это сделано руками людей, которые прошли программу реабилитации. Да, да, да. Мужчины. Они приезжали все с собой на время, приезжали сюда, вкладывались и ремонтировали. Даже материалы какие-то покупали. Много нам материалов покупали, да? Да, что-то нам помогали с города. Про товары в Брестке, много чем, красками, шпаклевками, холодильник промышленный. Ну, то есть это люди со стороны, где-то кто-то там... Ну, хорошо, хотя бы вас налогами не облагают? Нет, 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 нет. Ну, как бы, там, зарплату, естественно, налоги, как и все платим налоги, на землю, то есть это такая мелочь. Ну, у вас здесь евроремонт, как и снаружи, так и внутри я зашел. Ну, вот, не ожидал. Ух ты, шкафы, все медленные нам ребята из Пинска. Ваши подписчики сделали. Подписчики сделали, да, подарили нам просто все это. Приехали, смонсировали, подарили всю мебель в этот женский центр. Это из Пинска ребята, да. Дима, скажи, что повтори еще раз. Ты мне говорил, что женщины очень трудно излечиваются, да? Ну, да, сложнее с женщинами, да. Даже в вашем опыте взять, да, то есть сложнее. С женщинами почему-то сложнее. Они два раза быстрее попадают в проблему, и два раза тяжелее с этой проблемой выходить. Ну, это связано с ментальными какими-то особенностями и физическими тоже, в том числе. Поэтому так. Можно уже ходить? Да, это офис. Это такой, как разгрузка наша свободная. Это там сверх второй. То есть это гостиная, это офис? Да, да. Сотрудник, когда на смене. У нас каждый день тут есть сотрудника в мужском и женском центре кто-то дежурит, да? То есть обязательно. Здесь комната сотрудника, да. То есть он здесь ночует, потому что, по-моему, здесь тут день и ночь есть всегда. И проводит работу уже, да, документы, да, работа, все дела. Дима, ну хорошо, я опять про финансы. Ну, а сотрудник, который дежурит, ему хоть платят или он тоже на добровольных? Ну, если вот у нас пару человек в штате. Нет, у нас 4 человека в штате, но это такая чисто символическая зарплата, там они на полстатки все устроены. А это все, ну, в основном мы закрываем все служение, как мы называем это служение Богу, мы волонтерами. Волонтерами. То есть у вас таких, как ты, здесь много? Сколько на человек в штате получилось? Ну, Володя, человек 12 где-то. Ну, мы мотивируем людей, чтобы они, ну, служили дальше, нам, помогали людям, потому что без... Те, которые излечатся, то есть? Да, да, да. Волонтерство не обойтись никак, как бы должно. Ну, есть там 4 человека, там штат у нас, на которых все держится, например. Вот там я, Дима, еще два завхоза и вот Джана Михайловна женский. Как бы мы, ну, это основная, которая, мы всю работу здесь ведем. А Володя, он приезжает волонтером, которого мы видели. То есть он приезжает с собой на время сегодня, он просто транспортный. Короче, я сейчас представляю, что мы сейчас зайдем на второй этаж. Там одна комната на всех, а 4 кровати стоит. Спами, да, можно подняться. Да, все аккуратно. Да, да, да. Володя ты поспакал. Кухня, тоже, это кухонька, это ванна, туалет. Все аккуратненько, все это вот. На первом этаже ванна, туалет, и на втором этаже есть тоже туалет. Да, все идеально. У людей таких дома нет туалетов и кухонь, но у некоторых. Старались, да, то есть сделать все как, знаете, как для Бога. Чтобы человек приезжал сюда, ну, как бы, ему было хорошо. Чтобы было хорошо, чтобы все удобства были. Да, то есть все, оно как бы от души, от сердца все сделано. Вот. Эту плиточку мы когда-то сами заливали, делали своими руками тоже. Мы это вместе заливали. Да, прямо здесь. Раньше, как бы, мы начинали. Или гипсовые, гипичики разные. У нас в форме тоже ребята дали всякие языки. Да, все делали сами. Ну, идем. Вы, 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 вы. Четыре кровати будет. Ну, мы больше, чем четыре. О, все так я и представлял. Шесть кое. Здесь пока еще не повесили кондиционер, здесь жарковато. Потому что здесь мы не думали, что здесь будет, ну, женское отделение, да. То есть это было просто как обычная крыша, а там погреб и цех. А получилось, что это спальня и нагревается крыша, здесь немножко жарковато. Ну, я думаю, что посредственно кондиционер повесим. Жара в Беларуси раз в месяц, месяц в году поэтому нормально. Так, это стол. А это опять туалет, да? Да, это все делают, кстати, у нас есть барановщик, наш тоже центр реабилитации. И там ребята, кстати, тоже, они смотрят вас, я знаю, некоторые из них. И вот они занимаются унитуротерапией, они делают такие сувениры. Например, с дерева, часы, доски, да. И все местописания из Библии, да. Вот они на дубе вырезают, там целое производство. Досочки шлифуются, потом фрезой вырезаются эти стихи из Библии. Это все заливается нитрокраской, потом шлифуется, покрывается лаком, там тонировочка. Потому что целые процессы, и вот у нас там этим ребята занимаются. Да. Кстати, у нас для вас будут подарочки с того места. Чуть-чуть, надо будет чуть попозже. Ровно десять лет назад будут убить этот дом для того, чтобы начинать реабилитацию в резком отделении. Сегодня здесь уже просто кухня, мы хотим переобразить его в столовую, чтобы люди приходили сюда питающие, там живете сколько человек. Здесь живут, да? Да, да. Ну это, мы здесь прожили пять лет, и нам уже не хватало места. Там стояло три двухъярусных кровати только в одной комнате. В другой комнате тоже диван стояло двухъярусной кровати. Диме приходилось спать на складушке, вообще в кухне. Да. Поэтому кто-то спал просто направо еще на этом. Уже где-то, когда было нас человек десять-двенадцать, жило просто нечем было дышать, уже было принято решение достроить дом. И мы начали строить этот дом. Залили фундамент, и в течении двух-трех лет мы этот дом построили. Большой комфорт. У нас там три комнаты, восемнадцать человек живет. То есть ты в этом доме еще не жил, да? Ну нет, еще нет. Прикинь, вот ты в этом построил тот. А прикинь, какой дом построил тех, кто там жил? Ну да. Как будто девятина стоять. Как минимум. Как минимум девятина, да. Можно пойти дальше. А вот интересно, эта бабушка, которая продала, она сюда приезжает или нет? Нет, бабушка умерла и продал ее сын этот дом спустя год. Ну нет, они приезжают. Они конечно удивляются, там говорят, что как-то проезжают, тут видно, что здесь творится все это. То есть тут было. Когда мы приехали сюда, здесь просто такой поваленный забор, калитка ворота, такие нужно было поднимать, их относить. Все в зарослях. Мы здесь наводили порядок, в долгах. Ну забор делал Дмитрий, да? Да. Забор, все это. Вот Дмитрий забор. Прославился забором. Хоть чем-то, да? Да. Идем. Ну что, идем? Ну что, идем? Можно поделить задачу, если там просто кухня или печь. Здесь сейчас кухня, да? Стояла русская печь, когда-то такая. Она занимала половину места. Она занимала половину места, да. Мы ее разобрались. Вот эта комната, там была просто какая-то… Это бойлер воды? Да, да. У нас газ, и мы газом, чтобы горячая вода была и в доме уходила туда. Тут литров 200, да? Да, да. Больше, да. И там туалет. Мы первым делом, что сделали туалет, прорезали дверь, там какая-то была. И мы сделали там туалет и душевую кабину, чтобы умыться. Ну, душевая, да. Стиралка стоит. Ну, да. Вот здесь готовится основное. Пищу, повар, человек из числа студентов. Они готовят сами себе еду, потом раздают все. Мы просто продукты контролируем тут немножечко и все. Именно вот здесь порядок у себя, как-то все делают. А там несколько человек живут, которые, к сожалению, никак в жизни не могут найти себя, приспособиться. Возможности у нас просто работают там за еду, как бы и там где-то выезжают на работу какие-то. Это черничка, да? Справиться с ними вот сами. Да, да. Ну, что пойдем туда. Слушай, ну я представляю, какие люди сюда попадают. Ну, вот первый день. Как им вообще вот это? Люди себе не привычные, например, через каждое слово мат говорить. Вот как им с новыми людьми, да? Все очень быстро, на самом деле. Я с нашим человеком разговаривал, я тоже собеседовал, он говорит, не могу бросить курить, да? Вот на самом деле, кажется, простая проблема. То есть здесь, кто попадает еще и курить, бросает? У нас вообще никто не курит. Не курит, не ругается матом, у нас нет алкоголя, у нас нет наркотиков, у нас нет ничего здесь. То есть это вообще у нас еще в жизни даже таблеток, да? То есть элементарно есть там аллогин, аспиринность, там если надо уже медицинская помощь, мы можем позвонить, вызвать там скорую. Но я имею в виду, что именно мы не лечим людей медикаментозно, да. Поэтому когда ты с человеком разговаривал, он говорит, как я могу без сигарет? То есть человек, допустим, зависимость, там мак или героин, он об этом не думает, как он приедет в центр, и он сможет там день прожить без мака. Он думает, как я буду без сигареты, о которой я говорил в свою жизнь. Я говорю, все просто, все курили. Я курил, приезжаешь в центр, мы не знаем, как здесь, не знаю, как, но раз, и все, и все, да. Кто не курит, да. И смотришь человек, все просто, раз, и человек не курит. Но человек должен сам этого захотеть? Обязательно. У нас первый стоит, человек должен сам захотеть поменять свою жизнь. Без этого, если человек не хочет ехать, у нас всегда дверь открытая, ты можешь всегда уйти. Ну, понимаете, да? То есть у нас нет здесь, что мы приехали сюда, здесь держим, да. Ты сюда приехал, тебе что-то, допустим, не понравилось, ты можешь всегда собрасывать, сказать, ребят, спасибо, я все понял, я ухожу. Да, то есть человек собрался и ушел. Поэтому первое должно быть желание человека. Я хочу изменить свою жизнь. То есть если его мало привезет сюда, скажет, подержите его тут месяц. Мы не возьмем, мы не возьмем. Мы не возьмем. Нет смысла, мы не работаем. Но были такие случаи? Ну, конечно, привозят родители, и там, так, люди на улице встретили человека, там, давай мы тебя увидим, что у него проблема, завезем в центр. Человек приезжает, ему это со мной не надо. Ну, вам это надо, а мне это не надо. Он собирается просто. Ну, и бывает, освобождается. У тюрьмена говорят, там, приезжайте сюда, в колонию. Я вообще другое ожидал, мне это не надо. Да, да, да. Мне это не надо работать только если что-то. Мне ничего не надо. Да. У нас программа, у нас программа реабилитации, она долго, у нас год реабилитации, только потом полгода адаптации, когда мы человека в жизнь запускаем, да, там, у нас человек прошел реабилитацию, мы его потом помогаем, там, жилье в Бресте, да, на работу, запускаем человека в СОСУМ. То есть, это целая программа, это не просто, там, тебя отпаили, откачали, все, иди, что хочешь, что и делай по жизни. То есть, тебя взяли и... Из-за тебя несут ответственность. Да, и цель реабилитации, это не просто, там, бросить пить, курить, да, научиться жить по-новому. Почему? Потому что зависимость, она сформировала человека. Если я был наркоман, меня моя зависимость сформировала, все мои привычки, мои повадки, они сформированы тюрьмой и наркотиками, да. То есть, реабилитация, она тебе учит жить по-другому, да, правильно ставить отношения. То есть, у нас, допустим, отношения между студентом, как мы называем, по плану реабилитацию, и сотрудником, допустим, на вы. У нас нет, там, да, там, ты иди сюда, на вы. Там, Сергей, дайте, пожалуйста, там, чашку. Там, Дмитрий, можно я сделаю вот это, да. То есть, мы учимся уважать друг друга. У нас там нет кличек, там, там, Тузик, Рекс, там, и как-то это, да, у нас Дмитрий, там, Олег, там, это. То есть, мы учимся жить по-другому, строить отношения, да. То есть, ну, это очень важно. Почему? Потому что, когда ты жил зависимый, она тебя сформировала. То есть, какие-то модеры, там, ну, как-то. Да, вот, поэтому, как-то так. Ну что, идем в дом, основной большой. Основной, самый большой дом, где живут мужчины. Жизненно важное решение для центра, для программы, по судьбам студентов и по всему остальному. Здесь все у нас. Так, вы приехали к нам с подарком, Дмитрий. У нас, смотрите, у нас для вас тоже есть подарки. Это часы, сделанные руками людей, которые тоже были в зависимости, да, проходят программу реабилитации, да. Это сделано с дерева, руками, вот. Есть местописание из Библии «Дорожите временем», да. На самом деле, это то, что, ну, актуальность у нас, временем на самом деле нужно дорожить. Вот, поэтому это вам, как мужчине я. А этот сувенирчик, это горшочек тоже из нашей, еще одно отделение нашей миссии, Центр реабилитации, тоже парень прошел программу, зависимый наркоман, уголовник, научился делать из глины на кружале, кружить всякие сосуды. И он все это кружит, делает, да. То есть это сделано тоже руками людей, в этом можно запекать, все делать. И поэтому такой Центр реабилитации находится в городной. Там всегда была школа гончарства, когда там люди всегда из поклонников делали из глины всякие вещи, да. И вот сейчас там Центр реабилитации, и наши ребята тоже этим там занимаются. Поэтому это... Спасибо. Тебе. У меня даже в дрожь на них подарок. Мне тоже. Спасибо. Поэтому это пусть будет вот... Вы живете, у вас там, я думаю, ваши места на хуторе найдется, куда и часики повесить. Конечно. И горшком, и воспользоваться, да. Вот поэтому... Спасибо. Это вам подарочек. Такие сестры. Вот он. Пацанчик. Ну? Вот наши арбузы, которые мы вырастили, кстати, ты спрашивал. Ага. Кушаем мы один сезон арбузики. А это что, так много свадеб? А, вот это ж ты даже, смотри. Это я, это моя супруга. Ну, это все, кто был зависим, проходили реабилитации. Ну, не все. Ну, многие. Да, часть людей, которые прошли программу реабилитации, потом создавали семьи, рождаются детки, как бы. То есть, это мы уже в другой, в новой жизни. Вот. Люди, на которых когда-то поставили крест, да. Это дня. То есть, здесь есть стихи, которые есть. Так, ну и что, понедельник на вторник не похож? Или похож? Не, понедельник не похож ни на что. В вторник, сведа, пятница, четверг, пятница. Ну, там только есть занятия разные. Переметы разные преподаются. Так все. Судей за днем одинаково практически. Ну, это как учебный класс, здесь и комнаты, мы здесь пищу принимаем. Так как столовый учебный класс, а столовый два в одну. Два в одну. Еще одна бухня у нас есть, там, ну, как бы раздается еда. Подождите, посторонний вход запрещен штраф в два часа. То есть, если я сейчас туда зайду, меня к свиням заводите? Ну, два часа. Подумай. Лучше, как коп. К копсом. У вас тут тайна вечеря. Да. А это какая-то необычная, каком-то холсте, каком-то. Это двух наш был отдыхаут. По-моему, в Израиле, где там, в Иерусалиме, где-то, по-моему. Ну, какая-то бумага такая. Вот здесь у нас еще одна комната. Здесь люди сюда выходят, переодеваются в рабочую одежду. Здесь шкафы, рабочая одежда. Ага. Они переоделись, свою чистую одежду оставляют здесь, одеваются в рабочую одежду и в этот выход выходят на работу, потому что у нас по утрам работа постоянно. Потом они таким же образом возвращаются назад, переодеваются. Сюда заходят, у нас здесь дешевые. Какие-то дешевые кабины с туалетом. Они моются, там принимают душ, кому надо. И просто ноги руки умываются, одеваются и потом уже идут себе в комнату. Ну, так все обдумано, так все, да? Ну, да, продумали все. Уже когда новый дом строили, уже все продумали. Просчитали, уже все, чтобы нам удобно было офис, чтобы у нас окна смотрели, там заход сразу в офис, чтобы все движения были только через нас. Ну, как бы, когда мы планировали, то мы уже планировали так для себя, чтобы нам всем удобно было, и студентам было удобно, и в то же самое время и нам было удобно. Потому что такая публика, за которой нужен глаз до глаз, и как бы нам надо всегда держать, надо будет на контроле. Но тут постоянно днем и ночью находятся люди, да? Всегда человек сотрудник. В мужском центре мужчина находится, в женском центре находится женщина. Всегда. Ну, бывает исключение, когда там никуда не получается, но это крайне редко, тогда мы оставляем… Мужчины всегда есть, а в женском центре не всегда, но мы оставляем там вещества у Длена, кто проходил, а у нас студентка уже, вот кому доверяем, и мы оставляем ее там буквально только на ночевку и все. То есть, если там кто уезжает в 2 часа вечера, то, значит, утром в 8 утра уже кто-то будет на столе. Ну, мне кажется, что все равно 90% работы еще делают те, кто уже, например, при реабилитации год, правильно? Или сколько? Ну, смотрите, мы… За тем, кто вообще за новым привившим. Мы даже как бы… Мы как сотрудники, мы только… Мы направляем только, да? Мы… Ну, наше дело контролирует. Все остальное они сами здесь варятся. И у нас такое… Кристос когда-то сказал, что делайте учеников. У нас в принципе ученичество работает. То есть, мы… Человек, который там 2-3 месяца на программе, мы их оставляем так, чтобы они… Который только приехал, он же его подтягивал и говорил, вот так вот надо там мыть, туалет моется так, здесь убирается так, время такое-то, такое-то, там… Сделать того, этого, пятого, десятого… Да, то есть, один за одним уже среди. Да, да. Если он туда бежит, ну, как старший брат. Понимаете? То есть, он… Этого делать нельзя, потому что я хочу в кулисе, я пойду там на эту сигарету. Ты, скорее, не беги, не ищи, потому что у тебя выгонят с программы, там еще что-то будет. Лучше давай с тобой там помолимся, или пойдем, подзойди в офис там поговорим, воды попей, ну, какие-то моменты, они друг друга уже подтягивают. Понимаете? А мы только контролируем, напоминаем в процессе. Если надо, мы вмешиваемся туда, если есть какие-то проблемы, там, конфликты, или разумение и понимание, мы тогда уже, ну, конкретно вмешиваемся. А так-то это все уже машина, которая запущена, она работает и… О, у меня… Я вспомнил, у меня тоже Валя, старший брат, я вчера в 23 часа одну вечером говорю, принеси бутербродик, она мне стакана не принесла. Я утром ей сказал спасибо за это, а ты же она так ломала. Сделание здесь… Три этажа здесь. Да, три этажа, а, на второй этаж чисто жилые помещения, как бы здесь нужно сделать три комнаты, вот, шесть человек, они как нами такие. Три по шесть. То есть это получается в три раза больше, чем в женском. Ну да, три по шесть. Наша черника подсела, все нормально. Да, ну вот так живут ребята. Ну все удобно, шкаф есть, тумбочки есть, все есть. Ну да, шкаф, одежда, одежда хранится здесь тоже. Ну так, хотелось так все, чтобы максимально было комфортно. Да, там полы подогревом, зимой очень тепло, хорошо. Вот, они тут сами наводят порядок у себя, иногда бывает беспорядок, как сейчас, но в целом так, как бы мы мотивируем к тому, чтобы сюда был порядок. Беспорядок, беспорядок. Сейчас здесь подержим. Ну все одинаково. А, ну все, три комнаты, все одинаковые. Все. Все теплые полы получаются, да, кондиционеры, да. Ну все сделано, короче. А здесь кондиционеры есть, да? Есть, и на первом. И получается, когда все закрываешь, лишь кондиционер, оно в принципе... Только в женском, женском нет? В женском пока нет. Ну, мы пойдем в третий этаж или нет? Да, пошли. Вот у нас эта комната такая, как мы называем, комната отдыха. Здесь просто общение проходит утром и вечером. Но сейчас занятия, когда можно просто не писать, а посидеть пообщаться. Привет! Здравствуй. Здравствуй. Как жить? Серега, как вам? Нормально. Нормально. Вы переживаете. Все хорошо. Курить не хочется? Вова? Сколько дней здесь уже? Второй. Второй день, да? Чего? Все, победи. Еще одна комната, комната, где живет воспитатель, который у нас менее... Ну, грязно. Тоже так делать нельзя. Здесь воспитатель живет? Опять же, ваши подписчики мебель опять-таки недавно сделали. Вот этот комодик. Те же, да? Да, те же, да. Которые ваши к нам давали, такой семьей из Пинска. Они любят вас смотреть. И они мебелью занимаются там, то они помогают в этом деле. Ну, все круто. Ну, все круто. Да, все для людей все сделано. Если бы не было такого центра, я бы не знаю, я бы уже умер на него. Ну, представь, я 15 лет на ракосе попробовал. Заблудился по жизни так, что... Слышите, много шоу. Я вот так вот с виду смотрю, для кого-то, может, вот покажется это все как европейская тюрьма, для кого-то посмотрит с виду как санаторий. Ну, это вот центр реабилитации. Это совсем все другое, да? Тут как бы и работать надо, и в меру отдыхать, и учиться. Ну... Ну, все зависит, как уже было сказано, от мотивации человека, от желания человека. Если человек хочет жить, поменять все это, мы для него создали все условия все. Ты работай, учись работать, учись учиться, учись изменять всю жизнь, свои привычки, правила какие-то своей жизни. И для этого все условия созданы. Ну, мы максимально постарались, чтобы здесь людям было комфортно. Чтобы было комфортно здесь жить, там, с едой, с, я не знаю, с проживанием, со всем. То есть... И с новыми друзьями, которые без приятных привычек. Да, с новыми друзьями, да. Вот в прошлом году к нам приехало в центр 65 человек. То есть это много за год. За год 65. 65 человек, да. Поступил это люди со всей Беларуси. Это и Брест, и Гродно, и Гомель были. И издалека куда-то приезжали. 65 человек. Людей, которые обратились к нам. Но где-то человек около 20 уехал на второй этап в Барановичье. Вот. Потом они уже возвращаются еще раз к нам. Вот. Потому что, ну пусть такой он сложный. Ну, на самом деле, потому что человеку он встречается с самим собой, со своим я, со своими привычками, со своим характером, со своей гордостью. И, кстати, надо что-то делать. И вот это самое хорошее место для того, чтобы самому измениться, встретить самого себя, понять, кто я, что мне надо в жизни, куда я иду. Я, на самом деле, хочу быть другим. Не начинать менять себя. Как лепить из пластилина себя уже другого. С Божьей помощью и с помощью центра реабилитации. Да. Где можно к патрищикам обратиться. Конечно. Конечно. Ну, я хочу сказать, что, на самом деле, безвыходной ситуации нет в жизни у человека. Я знаю, знаете, вот у меня есть родители, мама, папа, и я знаю, сколько боли я им, да, то есть в своей, вот в такой жизни безумной, да, сколько боли причинил, да, когда уже родители, они ни во что не верят, что сын может поменяться, что-то может измениться в жизни, да. Я знаю, как посидела мама за годы моей зависимости, сколько было слез пролито, но я хочу сказать, что не теряйте надежду, да, то есть выход он всегда есть, да, Бог, он сильно изменит жизнь человека. И сегодня, знаете, ты смотришь на свою жизнь спустя годы, пройдя годы, да, то есть ты смотришь, все поменялось, устало на свои места, да, дома, да, радость и мир, они довольны, да, то есть ты измененный, семья, да, то есть в жизни порядок, да. Я хочу сказать, что если в вашей семье, да, или у знакомых есть такие проблемы, зависимости, да, то есть у Дмитрия есть контакты наши, вы можете к нам обращаться, звонить, мы можем проконсультировать, прособеседовать, помочь в реабилитации, или как-то на какие-то вопросы ответить, вы можете смело нам звонить, обращаться, и чем можем, мы поможем, будем рады даже помочь. Ну, я оставлю ваши контакты, но сразу говорю, у нас очень много подписчиков, поэтому порвется ваш дом. Ну, у нас, поэтому сразу надо штукатуры, маляры, каменщики, девятину, девятину слою, девятину слою. Смотрите, мы, может быть, мы не сможем всех принять к тебе, хотя мы очень хотим помогать людям, да, и готовы принимать сюда, если мы даже не сможем всех принять, потому что центров реабилитации, низ возвращения, очень много, вот 13 центров, поэтому, если мы не сможем взять себе, мы можем направить в другое место. Это может быть Брестская область, это может быть Гомельская область, это может быть Минская область, то есть мы можем теперь направить просто сюда. Самое главное, чтобы это не мама прибила его, а чтобы он сам пришел, что не захотелось Минскую жизнь. Да, сам пришел. И опять же, это такие же хорошие дома, с хорошими условиями. Да, это примерно то же самое, они все на одном уровне. Все, поедем, Дима, к тебе поедем? На хутор? Да, поедем пообедаем, потом на хутор. Поехали. 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 Все, спасибо вам за экскурсию, было очень интересно, было очень приятно. Все отлично. Вам порадовалось? Я очень порадовался. В таком месте вы никогда не были еще. Можно побывать в музее, съездить на море, но когда побывать в центре реабилитации, это нечто. И эмоции все там будут разные. Я уверен, что ваши подписчики тоже будут. Разные взгляды на эти вещи. Тут так будет, вау, тут будет, как один из подписчиков написал, сам был наркоманом, он сегодня на Лексусе ездит, людям помогает, как там написал. На наркомана? Это не правда. Это самое, что на нем можно заработать. Это не правда. Я, на самом деле, научился работать своими руками, зарабатываю себе на хлеб, строительством. Никак не на жизнях людей. А потому, что приходится зарабатывать, и Бог благословляет, на хлеб, еще из того, что зарабатываешь, помогаешь, этим ты любишь. По сути, сюда со своей семьей берешь, топливо, всякие вещи. Тамки надо, кому-то нежные, паста, щетка, есть какие-то вещи, это все надо. Откуда берешь? По самому много еще берешь, просто, собственно, карманы и сюда. И это правда. И это правда. Поехали. Дима, вот вам в офис, чтобы у вас, кто так будет приезжать сюда в гости, чаек пить. Вот такие вот наши сувениры. Пусть у вас тоже они будут. Спасибо вам. Все. Вот, пускай у вас тут тоже вот лежит, документы заполнять будете вот такие вот. с черничками. С черничками. С черничками. Спасибо большое. Это своеобразное здесь был Дима. Слушай, ну ваш Дима будет бегать у нас уже, да, и потомство пойдет, поэтому... Дима? Дима? Слушай, ну как-то... Нет. Ну у нас много Димы как-то... Почему бы один Дима может быть назвали? Да. Клички тут нельзя давать. Ну как его колоть вообще? Да. Мы подумаем. Я думаю, что скорее всего через Ника будет, что-то с этим связано. Но мы еще подумаем, как еще. Ну что, сейчас едем на твой хутор? Нет. Поедем пообедаем вначале. Почему мы не на хуторе обедать будем? Ну еще не все там готово. Да? Ну поехали. Поехали. Пообедаем, а потом уже. Дима, ты с нами, да? Да. Хорошо. Это гречка? Я взял с собой чистую одежду, чтоб баранов грузить одной, быть другой, а в итоге так грязно и проходил. Хоть на твоем хуторе в чистом похожу. Да. О, а я когда последний раз был, у тебя не был кирпичом обложен дом. А это не кирпич. Ну вот это плиточка, да? Плиточка, да. Ага. Вот видишь, какой хороший повод приехать тебе в гости сюда тоже. Посмотришь, может что-то кто-то возьмет для себя, какую-нибудь идею. Так, столбы тебе надо чем-то обделать, тогда вот будет стопроцентная готовность. Вот мне кинулись они в глаза, а тебе уже, как бы, ты уже к ним привык. А так вот все готово, кроме столбов. Ох, красота. О, у нас точно такая же мотыка. Пошла. Дима, это на стол. Спасибо. Все, столбы делаешь, и... Ну, вот сегодня завал. Да, все откидывай столбов. А чем ты и по всем делаешь? Я до них никак не доберусь. Я тоже такой, не знаю, отделка специальная, с трубчами, как такой мелкий. Пошли и кури покажешь. Какие кури? Кури там, на бане. У тебя что-то хозяйство было помирать в секунду. И голубейка. Сегодня и ролик будет интересно слушать. У всех по гостям походить, да? Я еще не отошел впечатлений от реализационного процесса. Есть печь, мы приготовили еще капусту в печи. Ага, горячо все, да. Ага, все горячо. А печь кто делал? Ну, со знакомыми я делал. Печник, да? Подожди. А это мы можем в хоккей сыграть. А давай бей, сильно бей. Хорошо, теперь ответь на вопрос. Почему вот верующим в карты нельзя, в это можно? Это же азартная игра. Молодец. Это же такая культурная, хорошая баня. О, так она большая. 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 Крутая баня. Угу. А ты уже хочешь себе баню? Нет. Меня Дима пригласит, когда надо будет. Ну, без проблем. Вымейте приглашение, приезжайте. Письменно, письменно нам. Я здесь сделал все по-простому. Самая дешевая плитка, самая дешевая. Ты мне рассказывай, Аган. Серьезно, это белорусская самая дешевая плитка. Стены не штукатурил, стянул сеткой, с клеем. Современный новый материал, даже самый дешевый, он будет. Вообще самый дешевый. Да, оно будет. Самое главное, что оно все новое. До отдыха потом со временем еще. На второй этаж еще будет лестница. И там будет теннис, бильярд со временем. Казино. Вот такие часы тоже, как похожие, тоже делают парадовичек. Те, кто проходит реабилитацию, да. Всем свое время. Мне подарили тоже практически. Слушай, эту капусту мы не будем есть, да? Это не нам? Нам. Нам? Да. Попробуем хотя бы. Это на газу, да? Да. Он здесь засыпает, это Америка. Ты с Америки привез? Да, щепа засыпает за сюда. Можно не только закапчивать, можно хлеб печь, все, что хочешь. Ну, на большом. Баллончик. Я не часто использую, но периодически использую. Потому что у меня, кроме этого, еще и сказаны. У меня их три, есть еще большой, 20-летний. И вот смотрите, у человека есть все. И он решил хутор себе привезти в лесу. Ну, да. Скажи детям, что, да. Люблю, люблю, вот чистый воздух. Лес люблю. Пошли курей посмотрим. О, огородик у вас крутой. Уже Дима возле голубики подсел. Она еще не спелая, да? А он кушать хочет, он кушать хочет. Я тебя помню, я тебя видел уже давно на курсе. Слышишь, это когда только-только пошли эти хаски в Могду. Я вот приехал к тебе, разные глаза, и вместо того, чтобы гавкает, она воет. Я тогда так и удивился, думаю, воет собака, и все. Расскажи, как у тебя гулять, пойдешь? Расскажи, сколько за всю историю она курс ела у тебя? Те, что первый раз сам я у тебя брал, сколько их там было, не знаю, 15-20, она их всех положила за одну ночь. А потом? А потом еще пару штук было. А я ее отучил, теперь может спокойно курица зайти, она ее не трогает, да. А отучил как? Наказал. Давай, эксперт. Заходишь в магазин и покупаешь ракушку. Они прямо в пакетах ракушки. Есть, я знаю, да. Все, покупаешь и даешь, им они. А, видишь, вареная еда. Это хлеб. Да. Я помню, у нас был период, что у нас были отходы от домашней, от столовой. И мы начали им давать. Вот неделю кормили отходами от столовой, потом их не было, начали с зерном. Когда даешь отходы вареные, они перестают нестись полностью. Вот им надо вот лучше сырое зерно, чем хлеб, чем вот это вот супы. Вот как-то вот так. Птица, птица. А выклевывают одна одну, им не хватает кальция. Ой. А их уже можно бить уже такие. Этих да, можно бить, а их еще подрастают. А там среди пройеров обычная курица. Да, одна обычная там. О, а там в ящике маленькая какая-то. Нет, это они бегают. А, они там бегают. Да, сердце плят еще тут бегают, подрастают. Вот же такие, уже на птицфабрике таких валят. Это уже у тебя, мы тоже уже заходим. Они уже больше. Точель домашний, молодой. Ой-ой-ой. Мы обести, есть. Это капуста мы в печи засушили. А чем она эта капуста? Это приправка. А, куста со специями. Приправка, да, со специями. Ну что тут? Шашлык с курицей, с ананасом курица. Как ее называют? По-французски, да? Да. По-французски. Хорошо, давайте помолимся. Давайте. Благословим курицы и будем. Вот, вкусно. Ты, Господь, за это время, за этот день, за милостью, за сохранность жизни нашей, Господь, за то, что ты благословил до сегодня, благословим тебя за пищу, которую ты посылаешь, мы имеем на салах наших. Благослови, Отец, и попросим всего во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Приятного аппетита. Спасибо. Всем приятного аппетита. Спасибо, взаимно. Что, можно? Да. Можно, можно. Корцук. Жена, может быть? Она молодая, и можно могла чуть-чуть, чтобы гладко не тушиться. Ну, с капустой, это я такого не хочу. Вот почему-то хочется больше всего ее. С капустой? Вкусно, в бане. Пахнет страшно. Я, как ли, попробую. С сыром есть? Нет. А пахнет такая, как будто жирненькая какая-то с сыром. Масло. Масло. Масло, тесночок. А, масло. Масло. Масло, тесночок. Да. Ммм. А что там под это? Аминь с чем-то или что это? Да. Я, короче, сам. Слушай, Дима, его не дождешься. Он там все сам пробует, пробует. Ну, да. Ну, вот приедем в гости, да? Да. Бери, вытягивайся. Синьзят пока. Да, да, да. А что вы не успели попробовать? Ты без хлебушек? А у нас дегустация, зачем нам хлебушек? Да. Слушай, ну, очень вкусная капуста. Это потому что молоденькая такая. Потому что в печке... В печи, наверное. Ну, как бы, да, и в печи, и в молоденькой, и очень вкусные специи. Дима. А мы так в чугунке делали, помнишь, Димка, с тобой? Ты экскурсию еще по дому проведешь, чтобы люди уже вообще понимали, на что ты поменял на хутор вообще. А что я поменял? Я добавил? Я ничего не менял. Пока. Знаем, мы тебя добавил, да. Мы так тоже думали. Ну, хочу сразу сказать, что практически все, что здесь есть, мы делали сами. То есть, за работу мы практически ничего не платили. Строили дом с отцом, отделку, утепление. Мне только вот человек знакомый, клеточку положил и караед положил. А так все сами делали. И кровля, и фасады. Внутри почти все сами делали. Мы сейчас зайдем. Сейчас покушаем и зайдем. А кто же шашлык делал? Жена. Я. У меня же дома не было. Вот видишь, все-таки благополучие в семье зависит еще и от жены. Сто процентов. То пошли, пока чай остынет в доме, пройдемся по дому. Пошли. Я в колдиле к тебе заберу. Ты в мышей повезешь, ты повезешь. Заходь. Так, здесь дубовое? Дубовое. Бронированное. О, так у тебя есть в доме колонны, да? В доме колонны, да. Так у тебя все дубовое. Это дубовое, это дубовое, это дубовое, это все дубовое. Да, все дубовое. Здесь, да. Здесь домофон стоит, да? О, и телефон такой. Телефон тоже. Это для красоты, правда? Нет, это рабочий телефон. Точно рабочий. только это цельный металл да и ты часто по этому телефону не пользуюсь теща будет там раз два раза два в неделю простите вы политик вы директор какого-то завода нет домофон у нас стоит то есть видно что на улице калитка через домофон открывается здесь кухня небольшая но мы уже здесь доме живем наверно одиннадцать или двенадцать лет и вот так много да да тоже дубовая тоже дубовая слышишь один на один раз сняли федин хутор его здесь прачечная ну да прачечная 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 здесь комната у нас с выходом на террасу которая спальня наша да здесь гардеробная гардеробная встроенная шкаф да о это не дуб это африканское дерево это малайзийская малазийская я бы хотела ничего себе малайзийская спальня ты прав на втором этаже еще есть спальня кондиционер стоит да мы поставили мощный кондиционер и он нам охлаждает листу то есть холодную воду садится на ней а ну да точно одного этого кондиционера хватает на виду ну да точно холодная же мощный просто мы поставили и вот такие у нас четыре спальни у каждого всех вердеть и у каждого своя спальня это старшего сына и там он может еще посмотреть и дочери ну и сам есть душевая сам видишь деревянные полы здесь деревянные перекрытия снимаем эти 100 процентов двоих не достигнут ты сила поезда не знаю я не знаю я недавно увидел знаешь диван это советских времен вот у людей вот такой менталитет такое вот мировоззрение взгляд что если вот имеет большой дом там есть и хорошая машина то это значит где-то или наворовал или проворовался или кого-то обманул а вот твоим вот вот примером мы развеем этот миф у тебя семья четырех человек ты не пьешь не куришь ты просто трудишься трудно до вечера своими руками трудимся работы во первых во вторых мы все сделали своими руками в этом то есть мы сэкономили на работе большие деньги ну да мне где-то по отделке двоюродный про что-то недорого сделал уже такой чистовой вот там где-то по наружке что-то чисто вода до романа что-то что-то вся работа основная сами делаю ну все классно по чуть-чуть строились даже тоже не то что там взялся и за год построился года прошли мельче мельче чем этот абрикос болеют в этом году болеет белорусские персики вкусные у нас на текалах тоже хорошее два сорта было и два росли это наши угодья дима это подарок вашему дому вот это вы должны в этом доме это не 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 тот дом а вот здесь да ты что можно посмотрю да вы без подарков вообще из подарков ездите или нам дарят мы дарим а как быть теперь ломай мне голову что тебе подарить не надо ничего дарить вы купили это уже были 60 соток загорожены забором да это все было загорожено на птички поездка за нас ну-ка ну-ка вот погреб один в один как мы делаем ну да вот две две этих две вытяжки однако потолку одна та только мы вот эту переднюю стену хотим камнем обложить вот там идея тоже здесь тоже почти обложено самое интересное да вот так вот мы сделаем увидишь два входа раз вход два видишь два входа должно быть два входа но и тут тоже сами заливали видишь но это с блоков а здесь сами задимал ну видишь прохладный погреб несмотря на то что он даже на солнце находится вытяжки вытяжки вот одна твоей головой а вот одна так а видишь и мне тоже в комментариях целью я сделал верхнюю посюда на наверное и обрезать сказали что говорит ну я верхнюю посюда сделал и сказали что будет весь теплый воздух туда получается да надо обрезать ее полностью ровненько вот а это а это вот а это вторая да а мне сказали вторую мы сделаем все таки вот сюда под сам вниз тогда будет на зарегуляции да 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 но вы уже сделали просто одно надо обрезать это белье сушить но вы походу здесь уже обедали да да похоже что пока что как беседского пока но вы только полгода как купили до свобода а в колодце вода есть будешь короче начинать того как и я больше все это колодка шляпку для колодки делать это точно мне его выкачали еще не не все а а недавно выкачали да он очищает слышишь ты вода смотри близко до 2 хорошая шикарная вот так ты видишь что вот сейчас у тебя два кольца и вода два кольца и вода у меня весной было полтора кольца а сейчас три вот у тебя дальше ну весной то ближе она потом она что-то проходит также и в пруду грунтового допускают но учат везде у меня упала вода сейчас у вас вода ближе чем у нас на хуторе даже то есть вот то есть колодец ты уже почистил да выключили сейчас он набежал очищает а сколько дал людям за это нисколько они мне пробивали скважины у них не хватало воды у вас вода есть есть колодцы я я думал выкачать на на зиму он туда помпу усадил свою через 10 секунд он пустой да слышишь и ты уже скважину пробил но что еще сделал ну ничего такого слова важно здесь пробили сколько метров метров 15 18 хорошо то есть это ты отсюда уже пойдешь домой вводить да то есть у тебя ты тоже хочешь сделать дужу доме до ограничено 1 но вот и вот когда так с такого струба то можно просто зашлифовать и пролокировать и готова была такая потому что у нас дом у нас такой с кусочков такой невозможно было сделать вы тут приезжаем когда женой вот на ту самовар ваши кружечки а самара электрический до он здесь как бы валялся протекал протекал но я его отреставрировал воды там нету еще просто мойка стоит а кухню ты уже привез кухню я привез то есть вы сделаете здесь водичку до канализация еще надо делать да но печь 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 это русская печь до большая она большая а еще больше чем наша ну так что большая значит там лежат комнате пошли в злу не очень большой но есть но все лежат вот можно лежат детям детям точно можно взрослым то нет вот если достроить просто просто так пускай холодную что ты мог спать чух чух да это было бы интереснее правда но это тоже много вот такая комнатка здесь у нас но расскажи вы уже двоем ночевали или нет нет но им еще нет а ты для начала мне супер окно открыл птички поют красота тишина ли это комната двумя кровать и обогревается русской печкой да то есть это все как у нас это русская печка и пристроена рядом обычно грубо да и у нас точно так же было да а соединил да соединил спинку обрезал покрасил белый цвет я тоже были это было здесь до этого вся мебель практически что молодец мы убил цвет просто перекрасили и это такая порошковая краска я вижу она кстати хорошая не лопает да и у нас такой шкаф я его оставил специально пока оставил специально это стал не закрыты можно открывать между прочим когда жарко мы ставлю не закрывали приезжаешь на здесь прохлам не прогреваются до ставлю не закрывать очень удобно слышно видишь youtube канал ты сто процентов не заводишь животных пока тоже не заводишь а какие туда планы просто жить и и в тишине отдыхать наслаждаться жизнью сами друзья вы через год тебе заедем посмотрим стадо парадов водишь и коз это на чердак облазил уже все на чердак там ничего нет я тоже так лазил а потом 5 рублей нашел всего лишь мы с этой кладовки сделали санузел все как у нас со временем то есть кухня чтобы была здесь душа здесь удобно там она то есть эта площадь получается полезная но не используется на данном этапе вырезаем вырезаешь окно кухоньку здесь ставишь нет ты можешь эту всю эту стену убираете да 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 и очень удобно и просторно у нас точно такая же штука была это это чернику собирать почему была удовольствия что такое черничники у вас есть тоже черника здесь здесь море и грибы есть все должно быть дом супер так что нам осталось сарае есть есть пошли в основе будут твои козы с овцами вот еще ретро проводка тут есть по всему дому по всему дому да по всему дому такая провод и замки еще как у моей бабушки вот это ручка еще больше покажу будь той стороны ну гараж уже современный уже построили 5 назад да я думаю чтобы 90 90 но уже с блоков там уже все на все замки покупал на я все замки поменял после покупки на о удочки удочки дали кузи вот это же все все это было конукцентрю что-то было что-то привез из другого дома у нас такие же виллы есть у нас гаража нет у вас сара есть то у тебя что же сарае пошли посмотрим у меня там для дров так а ты вот покупал хозяйки беседовал когда они здесь жили было в них хозяйство это у деда было здесь огромное хозяйство здесь они говорили стояли длинный большой старой и кто-то подпалил траву и это все сгорело вот здесь такая такая трава на песке тут она небольшая здесь старый дом и даже вот в лесу ездишь там бывает видно загорожено такое ощущение что там выпас был скотину димка видел какие сани но давайте вела для мысли там водятся я подарю такую ловушку древнюю надо тебе за древняя ловушка но не надо у тебя должен быть соек тянетик варят но и сани сани тоже древние такие первобытные до уже яблони попили на это ты уже спилил в яблоньки обрезал до обрезал обрезал лишний опять замок а это сарай полный дров да да тут был он почти полный я уже то что тут оставался всяких вам дорезал он полностью забитый сарай превратили в дровник но это ты кукурузой покажешь рыбу иногда кидаем чуть-чуть пошли подкормить не вот есть это мельница пошли на озеро пошли это калитка к пруду да да калитка к пруду а пруд ты покосил уже смотрю да это здесь все было заросшее мы здесь все благ да уже по убираю ну да уху тут дубы а это может камера не передает дима ну смотри мы с тобой не обнимем его вдвоем обнимем обнимем вдвоем да ну вот такие вот и у нас тоже возле дома дубы где ты там ты точно обнимаешь а вот это грязь были грязь это был огород а не надо малины привезли слышь так у тебя получается малиновый хутор ежевика малина черника брусника и все рядом но вот это означает что его когда-то подкапывали да подкапывали но подкапывали да здесь мобры построили плотину когда было по весне много воды а вот они построили плотину потому что вот здесь канава она протекала да они построили плотину и получается на сантиметров 50 подняли уровень везде тут во всем районе вот у тебя амуры вообще не голодные вообще-то ты кинь-то гряните где они стоят и вот они они поплескаются сразу но 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 не бывает что вот там вот они да 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 на ходуном тут ходит все озеро но не клюет видишь как она там ходит но она под верхом кормится и когда кидаешь кукурузу она прям такие там от них вот видишь как они видят она племка рыба стоит вот с той стороны посвятить так у тебя тут им еды природной валом и рязку водить не надо видишь как они там ага ага но она не голодна конечно столько еды уже змеи есть уже тут много бывает придешь и уже наверху на озере черепаха между прочим один раз видел да на этой на прошлой неделе было черепаху виду возле берега не проверял еще амура сидят все правда проверишь да вот такой вот такой природ природный надоем медианок но у нас тоже в озере рыба есть но не ловит аленочки никуда который вот сидит вот так вот здесь только картину безо диванушка где ты пропал иваны ну встреча работы хватает расчищать это все буду устроить это вот крушину там же надо убирать но уже зимой жду зимы чтоб замерзла чуть-чуть и ну да ты можешь берега на может зайти это все со льда да да почистить это все у тебя морщи зато все сидят за год думаешь ты сколько их сюда запустил в апреле но 20 моих вот таких и сколько тыщ 200 штук и 200 таких да у тебя будет то же самое что у меня у тебя здесь будет просто голая да ну они будут еще выпрыгивать еще с воды будут травы смотри на нее ходит она такая так она выглядит она красивая она блестящая такая на самом деле это медианка она не ядовитая это семейство желудок да это больше даже ящерица бездохая но они тут у них большие такие маски в каких-то районах белоруссии медианки ядовитые не за счет из того расчета в беларуси только гадюка ядовитая одна все остальное не ядовитая но наш кушать как-то или нет или ты если ты будешь нападать на тебя укусит но это такой укусит она без яда на безвредном ты на такую гуси тоже но таких тоже полно беги да и ладно подниму что дима не боялся красивая даже нас не боится смотри остановилась думает это не я вас по телевизору видео смотри тут они как ты называешь дима приехали черники очень много в лесу это мы отошли сколько наверное тебе сейчас скажу метров 300 400 от моего дома до вот и везде вот такие вот ягодники такие слышь это чё-то чужая черника даже вкуснее чем своя слышь так у вас только нету и наверное сколько у нас но прямо километра на машине через лес проехали если пешком я полчаса сюда прохожу за полчаса до этого озера красивый такой лесок для отдыха если так далее выезжать поплавать покупаться рыбу половить водичка чистая шикарный рыба ехать рыбы ну ступа вода чистая хорошая в тигра можно посадить да нет ну да дима ну что нас на заправку за нашей машиной и домой мы едем приезжай не, 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 ещё поедем вместе с Диме чай пить хыыыыыы Саник 코, Баник у меня уже от информации так уже голова кипит но ещё поедем в гости один раз поедем ещё раз но уже по полу гуляем по полу Приехали к Диме, вот такой у них крутой домик тоже, принимайте гостей, вот мы сейчас приехали посмотреть, как ты тоже хорошо живёшь, Бог благословил, правильно? Слава Богу, да. Мне улица позвать? Ну здесь будем, да, можете посмотреть. Мы точно такие по размерам слои поставим. Да, мы ещё хотим что-нибудь поснимать, конечно. А что с ними можно сделать? Не знаю, хотим все раз вот сделать. У меня жена вообще застеклить что хочу. Стекло. Красиво сделать. Там есть в городе у нас кафешки, где стекло не портит, а где оно так раз и раздвигается, чтобы раз и сижатка, и всё открыл. Ну это дорого, но... Это в эти... алюминий, да? Наверное. Это будет дорого. Они прохладные, алюминий. Они даже дешевле, чем обычные. Знаешь, что самое дорого? Вот я вот сейчас тоже протирался, думаю, самое дорого это пластик, но чтобы рама была вот такая огромная. Цельная, да. Что без перегородок. А, да? Да, потому что приезжает специальная машина и так вот вставляет. То есть на нашу террасу стоит где-то 15 тысяч долларов. А если просто с перегородками, то без проблем там вообще дешево. Там в 10 раз дешевле. Алюминий еще дешевле. То есть много вариантов. Вот сейчас смотрим. Поэтому... А так вот нам тоже как бы вот такая терраса, если вот этот проем еще на три поделить, тоже уже как-то не то. Ну да, видишь, у нас просто дом небольшой и по сути если террасу еще сделать хорошую, то это будет тоже, знаешь, как комната, наверное, как гостинка такая. Да. Мы думаем сейчас изучаем этот вопрос, но дорого, дорого. Ну, что мы так быстро все это, конечно, строили все. За два года мы сюда въехали. Пошли, ладно уже. Заходите уже. Раз уже напрашиваете, заходите. Да, прошибся. Это тебе вообще? Я ошибся. Вот здесь как бы наша прихожка такая, да. Прихожка у вас небольшой дом, да? Да, да. Но он такой супер ультра современный. Здесь у нас как бы зал такой, где гости когда приезжают, мы здесь можем посидеть вот как-то так. Вот. Аня какую-то картинку иногда нарисовала, еще краской пахнет даже дома. Да, да, да. Наша майная подружка. Еще даже пахнет краской, чтобы повесили. Ну, кто что видит, да? Да. Я почему-то увидел какие-то дороги, город, автомобили, дома. Вот мне почему-то так показалось. Да, ну. Я вот не знаю. Ну честно, вот машины стоят. Ну. У вас все такое, знаешь, оно все такое вот. Всю это жена удивляла. Такое близко к офису. Да. Все такое стильное. Такое вот. Ванна, туалет такой. У нас и на первом этаже, и на втором мы сделали, да. Здесь душ и туалет. На втором там у нас ванна и это. Вот кухонька такая здесь у нас небольшая. Проходи. Проходи. Вы говорили, у нас все по-простому, да? Да, да, да. Кухонька. Котельная. Ну, как бы. Все там такое. Без флагов, но все это, да. И пошли покажу второй этажик у нас там. Спальничка. Здесь все крутоватое, так что осторожно. Ой, а тут стекло. Я хотела схватиться. Это все. Это можно держаться. Нет, держаться можно. Но как бы и все. Эта стоечка стоит хорошо. Она все четко. Ну вот. Какие у нас две спальни здесь? Такие две спальни. Это наша спальня с женой. Мы как-то тут тоже все так у нас. А везде все беленькое. Да. Все беленькое. Ну, потому что дом маленький. Ну, да. Ну, понимаешь. Надо, чтобы оно… Ну, представь, если сделать все темное, оно будет это. Ну, вот. Ну, да. Ну, как-то так. Здесь одна. Тоже здесь ванная. Жена просто любит ванную, а я… А на втором этаже тоже ванная? Да. Да. Все включая смену. А, то есть тебе душ, жми ванну. Да, да, да. Слышь, ну, вот так вот прикольно. Слышь, ну, это все современное. Ну, как бы. Да. Здесь вообще была инсталляция под туалет сделана в стенке, да? И инсталляция под биде. Ванной не должно было быть. Жена с мужем ехали, жили. Жена говорит, надо ванной и все. Я говорю, да не получится ванна. Тут приехал друг сантехник, говорит, все получится, Дима. И все. Пришлось, короче, там биде оставить в стенке, а здесь сделать ванну. И ванник все влезло, да? Да, да, да. Да и здесь комнатка заходи, детская, да, здесь, да. А, ну, все, слышишь. И вы за два года построили въехать? Да, за два года. Надо было езжать туда и вот мы все это раз-раз и въехали уже. Все супер. Все компактно, все поместилось. Да, да, все. Все. Аня, а что это за мороженое? Ты сама его делаешь или что? Нет, это обычное мороженое. А, обычное мороженое? Да. Да, потому что его мало было. Поэтому я распределила. Так а что ты не подготовилась? Приеду без кей. Ну. Не порядок, да? Аня, Аня. У меня вот такая вот голова. Я сейчас второй раз зашел к тебе домой, увидел этот телефон, думаю, о, точно, мы же его утром снимали, уже даже забыл. Это ж такой насыщенный день сегодня у нас был. Да. Городской? Угу. 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 Ну, такой необычный, но. Угу. Да у Вас Упана Атаманов что-то американское? Мы же в Америке были в Америке. Ага. У нас, по-моему. А, да. На привозили оттуда все, да? Я люблю привозить. Ну он там новый был такой? Нет, это был шестер. это брат подарил мне было очень интересно очень приятно насыщенным спасибо что были с нами друг друга короче следующий раз встречаемся зимой у тебя в бане вот на снегу раньше никак на рыбалку будет когда минут а у мы сразу с рыбалки спасибо что приехали побулись а